Так, давайте поговорим сегодня о том, вот как человек побеждает свою жизнь. Вот эта методология победы над судьбой. Понимаете, чаще всего, когда становится плохо, человек думает, что не хватает каких-то вот деталей его жизни. Он думает, девушка, допустим, не замужем, она думает, наверное, может, как бы, меня сглазили, или я знакомиться не умею, может, мне надо чаще бывать в какие-нибудь рестораны ходить, чтобы меня заметили там, или еще что-то. Понимаете, то есть люди видят свои проблемы в каких-то внешних вещах. Вот, допустим, я на работу не могу устроиться, наверное, я ищу не там работу, надо где-то, наверное, в другом месте искать ее и так далее. Ну, то есть, или люди просто разочаровываются в себе, думают, я никогда не смогу найти работу, потому что я такой неудачник. Так думают часто. Но на самом деле, это вопрос просто силы человека. И вот, допустим, любая девушка, вот поднимите, допустим, девушка, руки какая-нибудь, и я тоже, и вы, и вы, любая девушка, и вы, сто процентов. Любая девушка, если она правильно начинает жить, становится очень красивой. Потому что красота, это естественное свойство женщины. Понимаете, не имеет значения, какая структура лица, вообще не имеет значения. Часто женщины думают, что вот именно структура лица имеет значение. Это полный бред. Не имеет значения структура лица, имеет значение сила, которая исходит из женщины. Я смотрю их след, ничего в ней нет, только я гляжу, глаз не отвожу. Понимаете, то есть, имеет значение другое. Просто люди не знают, как правильно жить. Вот понимаете, у женщины в психике, у нее заложено вот такое. Ну, кто-то должен вот на меня обратить внимание и сделать меня счастливой. Вот заложено сам вырождение. Все. Вот сделайте меня счастливой. Понимаете, это неправильное мышление. Просто неправильное мышление. И все. Потому что женщина сама себя делает счастливой. Любая. И единственный способ сделать себя счастливой, это начать заботиться о людях. Вот вы говорите, у меня нет людей вокруг. У вас есть мама, папа, хотя бы одна подружка. И вот начинайте вкладываться в них. Как только начинать заботиться, ну, они сами обо мне не заботятся. Ну, что я буду о них заботиться. Вот в этом заключается корень зла. Понимаете? То есть, начните заботиться, несмотря на то, что вас никто не заботится. То есть, это шаг вперед. Это смелость. Это храбрость женщины. То есть, она просто начинает всем служить, заботиться. Говорит, да нет у меня сил. Хорошо. Тогда бег, статические упражнения, пост. Нет сил, заряжайтесь. Есть силы, начинайте заботиться о других. Любить всех, заботиться. Не печальный взгляд, а счастливый. Радостный. Вот это и есть забота. Радоваться всем. Любить. Понимаете? Радоваться. Не печальный, а счастливый. Не бойтесь радоваться. Вы сильные. Женщины все очень сильные в любви. Очень сильные. И чем больше женщина служит, тем больше укрепляется чувство собственного достоинства. Чем крепче чувство собственного достоинства, тем больше она контактируется с энергией красоты. Щечки наливаются, глазки наполняются. Она становится такой сильной внутри. Понимаете? Это благодаря просто тому, что она правильно живет. Вот если, допустим, травка, она с солнышком контактирует, она становится такая развита, сильная. Понимаете? И человек должен контактировать с людьми. Он должен отдавать себя людям. Но если она думает, ой, у меня не получится, ничего, у меня плохо. То вот это и есть самоубийство. По-женски только. Хотите самоубийством жизнь закончить, давайте печальтесь. А если хотите, меня спрашивают на лекции, Олег Геннадьевич, как выйти замуж? Никто не может выйти замуж. Понимаете? Мужика надо сбивать с ног. Ну, нужно сбивать с ног своей силой, женской силой. Не выходит замуж, а просто сбиваете с ног и все. И некоторые думают, сбивать с ног значит внешне. Внешне это приманка просто, понимаете? Это вот, ну, есть, когда рыбачат, там есть такое понятие жмых, его бросают, чтобы, ну, рыбка подплыла, что здесь такое. Но он сам, его нету. То есть это просто запах, понимаете? Она на запах идет. Ну, и обратил на тебя внимание человек, а дальше что? А дальше ничего. Потому что нужно изнутри, чтобы шло, понимаете? Вот это изнутри, это самое главное. Тоже красота нужна. Часто девушки красивые внутри, но их не замечают. Надо поэтому увеличить внешнюю красоту. И то, и другое хорошо. Но самое главное, поймите, замужество возможно, только если ты имеешь силу служить. Не одинокая, не частная замученная, а служить, заботиться обо всех. Пам-пам-пам-пам-пара-рам. Золушку, посмотрите, как она там сидела. Хоть поверьте, хоть проверьте. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Посмотрите этот фильм «Золушку». Вот она там эти все ходили, там на понтах эти сестренки у нее. Она всех бегала, служила, и в результате стала такой красивой, что царевич даже на нее обратил внимания. Понимаете? А эти там пришли, кому они нужны? Потому что они никому не заботились. Вот и вся система. Но если вы бросили кого-то, хоть заботьтесь, хоть не заботьтесь, замуж не выйдите, потому что у вас сердце холодное. Есть женская сила определенной энергии. Она идет из сердца. Вот эта теплота сердца женского, она привлекает, и желание взять замуж вызывает мужчину. Теплота сердца. Теплота сердца разрушается у женщины, если она кого-то жестоко бросила. Холод из сердца начинает идти. Чтобы этот холод убрать, нужно молиться, раскаиваться. И если человек тебя ждет, возвращаться обязательно, пытаться с ним заново жить. Да, мои хорошие. Олег Геннадьевич, но невыносимо. На одни грабли не наступают второй раз. Если кувшин лопнул, то его не склеешь. Кувшин склеешь, на одни грабли не наступают второй раз. Это ваши грабли. Не надо глупости себе говорить. Если человек ждет, значит опасно что-то дальше делать. Бог, значит, надеется, что вы восстановите отношения. Но бывают разные люди. Бывают три категории людей. Люди в невежестве, с ними нельзя жить вместе. Жить отдельно, молиться, ставить условия, воспитывать. Что такое в невежестве? Пьет, гуляет, бьет, издевается, обманывает. Жизнь в невежестве. Рядом с таким человеком не надо жить, вы просто себя потеряете. Второй, жизнь в страсти. Человек упахивается, работает, хочет счастливой жизни. Не умеет отдыхать, болеет, злится, ругается. Можно жить вместе, но при этом чуть-чуть дистанция. Не надо пытаться там выяснять отношения, ругаться. Это все бесполезно. Служить человеку, заботиться, молиться и жить, увеличивать свою духовную жизнь. И ждать, когда его сердце растает. А если человек в благости, то просто сотрудничать, вместе с ним выяснять все. То есть в благости, значит, тоже лекции слушать, развиваться, как вы. Все люди ругаются, и в благости тоже. Судьба же действует у всех. Ну, в целых, надо понять, что всегда только сила побеждает в этом мире. Только сила. И если у вас что-то не получается, у вас этой силы, значит, не хватает. Вот и все. Это первое, что я хочу до вас донести. Пожалуйста, не надо в дебри какие-то другие лезть. Просто поймите это. Вот, допустим, как выйти замуж? Вот так вот. Белеснок. Все, значит, готовится парень и предложение сделает. Какая-то сильная сила изошла, накопила сил в девушку. Девушка и все, и замуж теперь. Знаете, классно же. Сдала экзамен. Можно потом даже не работать, если хороший человек. Рожай себе детей спокойно и все. Вы говорите о развитии личности сегодня. Говорили о сохранении семьи. Что надо семью поднять на определенный уровень с начала развития. Есть страстная семья, есть благостная. В благостной семье люди стремятся к Богу. Там есть совесть. И поэтому там она сохраняется, эта семья. Что люди понимают, что они для Бога живут вместе. Это надо понять. Это очень сложно понять. Одной целью главного человека является любовь. Который человек достигает женщины через снижение, а мужчины через другие свои действия по отношению к ним. У нас, у простых обывателей, начало моего отношения является влюбленность. Ну да, нормально. Но вчера я приняла такую веру, что иногда влюбленность может иметь разрушительную силу. Очень даже. Так вот, что же все-таки должно быть базовой переменой, которой должно все это происходить? Базовая перемена – это выйти на восприятие людей, которые стремятся к Богу, к истине. Если вы начинаете симпатизировать этим людям, то тогда вы влюбляетесь в того, кого надо. Понимаете, если человек идет в нужном направлении, то вот это и есть базовое. Потому что самое главное – это не влюбленность, а куда человек движется в своей жизни. То есть тоже надо почувствовать сердце, но тоже как-то вы человека увидите, понять, что… Надо развиться для этого. Когда человек развивается, он начинает видеть таких же, как он. Надо для этого развиться, понимаете, и только после этого стремится к замужеству. Если женщина не развилась, она находит себе такой же, как она опять. Каждый человек влюбляется только в своего уровня человека. Он не может увидеть выше. Потому что самоспособность любить основана на понимании, кто человек, кого я люблю. Ни разу этот человек не видит это, не понимает. Не понимает направленных мужчин, женщина не понимает, не видит их, не симпатизирует им. И поэтому они их не любят. У женщины у каждой, понимаете, у женщины горячая природа, у мужчины холодная. Женщина влюбляет в себя, ее энергии. И она влюбляет направленно. Она как направленный снаряд, понимаете. Она летит только туда, что она понимает. Вот если женщина развивается как личность, она притягивает в себя развитых мужчин. А если не развивается, привлекает в себя неразвитых мужчин. Понимаете, в мужчине главное, чтобы он шел в нужном направлении. Женщины часто этого не понимают. Допустим, если мужчина уже пришел в нужном направлении, вы такого себе не встретите. Потому что 10 человек на место. Такой мужчина становится красивым настолько, что он привлекает многих женщин. Но рассчитывать на такого человека – это безумие. Просто можешь не дождаться всю жизнь. Ваш единственный вариант – это когда мужчина встал в правильном направлении, но он еще не развит. Это как золото в грязи, понимаете. Надо вынуть и помыть. То есть он как бы не развит еще, но он в правильном направлении идет. Ищите, смотрите, чем человек интересуется. Вот вас, допустим, привлекся к вам человек, чем он интересуется. Если он как бы не тем интересуется, не надо с ним связываться. Вот, например. Продолжение следует... Такого не встречайте. Понимаете? Направленность важна. И это является потом основой совместной жизни. Куда мужчина направлен, там он остается, потому что направленность мужчине поменять очень сложно. Он ее очень трудно формирует, и если сформировал, ее уже трудно поменять. А женщина, она не может быть куда-то направлена. Она или чище, или грязнее. Если она чище, она лучше видит правильную направленность. Грязнее, хуже. Женщина сама никуда не идет, она идет за кем-то, потому что у нее не хватает внутренней силы, воли для этого. Ей нужен источник вдохновения женщине всегда. Но женщина, она идет за счет своей чистоты. Чистота — это ее основа внутренняя. А? В чем чистота? В верности, в совестливости, в правильности, в выполнении правил жизни, не изменять, не глгать и так далее. Чистота даже внешней, аккуратность — это тоже чистота и так далее. Чистота — это видение души. То есть это качество, которое человек видит в другом человеке, в этом мире. И когда женщина чистая, это и есть разумная женщина, сильная женщина, которая способна победить свою судьбу. Это значит чистая. А? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Женский разум, женская сила. Что касается деятельности, то здесь свой вызов. Понимаете? Есть близкие отношения, в которых нужно просто вот эту любовь понять и развить. А есть отношения долга. В деятельности это отношение долга, и здесь своя тема для женщин. Потому что женщины должны знать, что в деятельности для женщины нет настоящей глубины, если она не понимает себя как женщину. Сейчас объясню. Это сначала слишком замудренно. Послушайте меня внимательно. Вот поймите, давайте возьмем, смоделируем ситуацию, где все-таки женщина должна трудиться. И труд ли это, или что-то другое. Понимаете, женщина предназначена для того, чтобы в социуме создавать атмосферу любви и объединять людей этой атмосферой. Понимаете? То есть женщина, любая женщина, вот где она должна трудиться? Образовывать детей, это женская деятельность. Но это не труд, понимаете? Это просто любовь. Вот настоящая преподавательница, она просто любит детей. Приходит и говорит, здравствуйте, мои хорошие. Давайте с вами учить математику. И дети, они радуются, потому что им нравится, им что им дарят любовь. Им все равно математика, это из биологии, они пока не разбираются. Им главное, что их любит эта тетя. И все. Понимаете, когда женщина приходит, вот я когда, допустим, под самолетом часто летаю, я вижу проводниц настоящих. Она выходит такая и говорит, мы рады приветствовать вас на борту нашего самолета. Мужчина, вы не расслабьтесь, не успокойтесь, все нормально будет, все. Так вот вам поправим сейчас сидение. И понеслась. Весь самолет в ее руках. Через полчаса она кому-нибудь подходит, такой, как зайчик сидит. Понимаете, то есть весь самолет в ее руках, потому что она по своей природе занята. Она, понимаете, она не то, что некоторых по красоте подбирают, понимаете, она некрасивая. А просто она душа вот этого самолета, понимаете. Все думают, когда же она ко мне подойдет. Понимаете, то есть потому что человек, душа самолета, то есть она всех любит. Этот самолет никогда не разобьется. Почему? Потому что, чтобы развиться, надо иметь основания. А когда человек действует по своей природе, он обладает силой удачи. Удача приходит в это место. Итак, женщина, труд женщины, это труд, который дает людям любовь. Но чтобы давать любовь, надо выйти за рамки деловых отношений. Женщины, слышите? Выйти за рамки деловых отношений. Но если женщина зависит от зарплаты, начальник ей говорит, сверхулачная работа, все, остаешься, работаешь. Она говорит, мне надо домой, не могу, нет, работать. И она работает. Это значит, что для нее деньги важнее. И она думает, что ей нужен карьерный рост. Она думает, что ей нужно удержаться на этой работе во что бы то ни стало. И она теряет себя. И первая стадия, она сначала устает, вторая стадия. Потом она уже не может там оставаться. И третья, четвертая уходит. Сначала мне нравится здесь. Потом устаю. Потом надоело. Потом ухожу. Почему у женщины такая катавасия идет? Да просто потому, что она как женщина не развилась. А для того, чтобы она развилась как женщина, она должна понять одну простую вещь. Что она должна учиться близким отношениям, а не деловым. Потому, что близкие отношения у женщины выше деловых. Вот, допустим, женщина-руководительница, она как мать. Она подходит, говорит, Василий Петрович, если вы будете у нас пьяненький приходить, мы вас уволим. Она с ним разговаривает не как начальника, а как мать. И он сразу раз становится кто для нее? Ребенок. Он говорит, я не буду больше пить. Посмотрим. И уходит. А для того, чтобы стать матерью, надо стать матерью. Женщина должна сначала развиться как близких отношений. Когда, допустим, он говорит, у меня нет семьи. Замечательно. Вы должны близкие отношения создавать с родителями, с подружками, с кем угодно. Но если женщина не развилась в близких отношениях, она не может развиваться на работе. Потому, что она не может быть самим собой там. Она зажата психически. Она не знает, что там ей делать. Я говорю, фас, она бежит куда-то. Или просто капризничать начинает. Потому, что женщина вообще в принципе не способна жить в среде, в которой есть вот это настроение командовать там. Потому, что она очень ранимая, чувствительная. Она не может в таких отношениях существовать. Ей нужны близкие отношения. Но если она как женщина развилась, начальник никогда с ней не будет так разговаривать по-деловому. Он скажет, Мариночка, пожалуйста, сделайте то-то, то-то. Она, конечно, и пошла. Понимаете? Потому, что она соткана из любви. С ней нельзя так разговаривать. А если будешь, она уйдет просто. Или она, допустим, рабочий день заканчивается, она пошла. Он говорит, надо еще остаться. Он говорит, я не могу, у меня там семья. Он говорит, ну мы вас выгоним. Она говорит, ну выгоняйте. И она знает, что он не выгонит. Потому, что она каждый день дарит ему свою теплоту женскую. И это очень дорого стоит. Если женщина зачуханная, затерканная, как бы, он выгоняет. Ой, нет, не выгоняйте. И она потом сама уйдет оттуда, потому, что она замучается так жить. И сама уйдет потом. Она психанет и уйдет, сломается и уйдет. И так и происходит у большинства женщин. Женщина не может сразу достичь своей природы. Сначала она должна привязаться к Богу, чтобы были силы жить и выходить замуж. Потом она должна или выйти замуж, или стать очень сильной в отношениях с подружками, с родителями. И там напитаться, стать сильной, устойчивой в жизни. И только потом она развивается в деятельности. Но она как действует? Она действует как женщина, понимаете? Женщина-правитель, в первую очередь, женщина. Женщина-бизнесмен, в первую очередь, женщина. Вы хотите шубу купить? Я не хочу, но очень рад вас видеть. Она, прежде всего, женщина, понимаете? То есть она всегда сильна в своем, везде в жизни. Но если она заморочилась, стала куклой вот этих деловых отношений, значит, тогда она потеряла себя. И первая стадия, вторая стадия такой жизни для нее, это усталость. Она устает от работы своей. Она не может там долго находиться и тяжело, плохо там. Потому что она не раскрывается так, как личность. Женщина, через которую не течет энергия любви каждую секунду, это просто ходячий труп. Через нее должна каждую секунду течь энергия любви. Она должна в ней жить и чувствовать себя очень сильно и хорошо. Хоть ты руководитель, хоть бизнесмен, хоть кто. Сначала ты женщина, а потом все остальное. Если вам не нравится ваша работа, это значит, что вы не развились как женщина. Потому что если женщина развилась как женщина, то ей не может не нравиться ее работа. Она или работает там, или уходит. Потому что она знает, что она всегда найдет себе работу. Женщина, которая развилась как женщина, всегда и всем нужна, потому что всем нужна именно ее женская энергия. Она приходит куда-то на работу, улыбается, от нее исходит теплота и говорят, да, мы вас берем, потому что всем нужна теплота, понимаете, всем нужна любовь. А если она зачуханная, замученная, вот видите, у меня три образования. Да не нужны нам твои образования, нам женщин не хватает. Ну, допустим, люди говорят, где же специалиста по продажам найти, чтобы товар привлекался, человек к товарам, ну найдите женщину просто. Не надо искать специалиста по продажам, поставьте на прилаг в акс-женщину. «Придите на цветы взглянуть, всего одна минутка, приносит рот субам на грудь, цветочница Анютка». Это женщина, понимаете, не цветочница Анютка. Ну, то есть, станьте человеком, развейте, станьте сильными женщиной, тогда вы сможете легко на работе себя реализовать. Но если вы боитесь потерять работу, если вы там замученная, зачуканная, если вас дергает начальство, значит, вы слабы, у вас нет женской силы, перестаньте вкладываться тогда в работу, вкладывайтесь в отношения. Научитесь служить близким, служить людям, заботитесь обо всех. Станьте сильными в отношениях, станьте сильными как личность. Личность женщины соткана из силы, которая дает возможность всем давать любовь. Она сильна в этом. И все вокруг расслабляются сразу, они не могут на нее давить. На женщину не надавишь, потому что она соткана из силы. Любовь расслабляет всех. Не то, что она глазки всем строит. Она достойная. Она может как мать быть или как дочь. Она никак не ведет себя как любовница на работе. Некоторые женщины думают на краю, буду глазки строить начальника, он меня будет любить и платить хорошие деньги. Бред. Он будет вас использовать, потому что когда женщина рисуется, кроме мужа, для всех, она проститутка. Все остальные будут ее использовать просто, понимаете, использовать и все. А если женщина способна настроиться правильно, она достойный человек, она красивая, она добрая, но она зависит в близких отношениях только от своего мужа, а всем остальным дает любовь по-другому, как мать, как дочь и так далее. Три стадии развития женщины. Первая стадия – мечтательница. Означает, что женщина вообще не видела жизни. Она маминка, она дочка. Она может быть 45 лет маминке на дочке. Вот она просто вот как бы, если мне помогут, будет хорошо, не помогут, буду страдать дальше. Бог поможет. Понимаете, мечтательница. Ленивое состояние. Работать над собой не хочет. Вставать рано не хочет. Болеет постоянно. Всегда несчастная, замученная. Виноват во всем муж. Почему? Потому что я болею. В общем, ты болеешь, потому что ленивая. Женщина от природы ленивая. Все женщины ленивые. Но женщина должна знать, как себя вытащить из этого состояния. Она вытаскивает себя с помощью других женщин, с помощью лекций. Вот женщина по природе очень вдохновляется знанием. Вот женщины как слушают? Они слушают так. Внимательно. Мужчины никогда так не смогут слушать. Женщина полняет сознанием, все, начинает все делать. Потом раз. Затухает. Это значит, что нужно общаться в этот момент. Чувствуете? О, уже не могу на зарядку ходить. Сил нет. Начните общаться с другими женщинами. Они вас вдохновят, потому что у женщины совесть очень близко к сердцу лежит. Ты что, не хочешь на зарядку? Ой. Совесть сработала сразу. Все. На следующий день уже на зарядку. А не хочется с подружками на эту тему разговаривать. Да тоже лень разговаривать. Вот все подружки вокруг себя. Говорит, нет хороших людей здесь, да? В тишиней. Вот все хорошие люди собрались здесь. Знакомьтесь. После лекции знакомьтесь. Из клуба «Благость» тоже можно приходить. Там мои лекции обсуждают. Добрые дела делают. Ходят, детей там кормят. Еще акции всякие там в городе. Клубная деятельность. Знакомят друг друга, женят там и так далее. У нас есть фестиваль «Благость». Некоторые ездили. Кто-то из вас ездил, поднимите. О, энтузиасты чувствуются. Это удивительный фестиваль, потому что он предназначен, как раз для того, чтобы вы включились. Две недели мы рассчитали, что меньше двух недель человека включить невозможно. Все нам говорят, две недели вы прогорите. Фестиваль никто не поет на две недели. У нас приезжают тысячи человек на фестиваль. Очень мощный фестиваль. Вот это вот то, что мы проснемся в ладони Бога. Это наши люди, понимаете? С нашего фестиваля. Они пишут сами эти песни. То есть они специально изучают мои лекции, под лекцией. Вот эти песни, крутейшие песни пишут, понимаете? Которые просто сердца вот так вот открывают. У нас есть театральная группа очень мощная. К вам они еще не приезжали. Но они тоже по моим лекциям ставят спектакли. Просто суперные. Люди плачут. Раскрываются мужчины, женщины, там семья. Дети раскрываются перед родителями. Кто такой ребенок. Как его сердце работает и так далее. В игре, в театральной раскрывается все. Приезжайте на фестиваль «Благость» в Анапу. Увидите, поживете две недели в этой атмосфере туизистичных вот этих людей, которые целый день с утра до вечера там. И то, и все. И дети тоже в такой же атмосфере. У них свой фестиваль «Благость» у детей. Своя команда преподавателей с ними работает. И так далее. Очень сложно приехать, очень сложно. Фестиваль «Благость» находится на Луне. На заказ «Космические колорабы». У нас есть сайт torsunov.ru. Заходите там, все информации есть. То есть женщины должны искать отношения, общения. Женщина развивается в общении. Станьте социально активными женщины сначала. Развивайтесь в отношении. Учитесь дружить с женщинами. Даже чтобы выйти замуж, женщина должна иметь очень много женщин вокруг. Знаете, как в древней культуре женщины выходили замужем? Еще вот старые-старые советские фильмы, в них это можно увидеть. Вот, допустим, «Черевички» там всякие, вот эти вот фильмы. Женщины, они собираются большой кучкой. Это описано в Священном Писании. Все очень красиво наряжаются. И они ходят по деревне, там везде вот они ходят большими группами, счастливые, радостные, хороводы водят, любят друг друга, радуются, смеются. И мужчины у них просто сердца раскалываются от этого. Они не могут это видеть. Они же не могут хороводы ходить, понимаете? Они поодиночке все. И она как бибит, они, женщины, срубают их своей энергией любви. Она объединяется многократно и по башке мужиков. Ба-бамс! И он в одну из них влюбляется. Они все вместе по башке бьют, и одна из них выходит замуж. Потом следующее. Вы хороводы водите? Нет, здесь. Прямо на основании ходят хороводы. Молодцы. Значит, будет больше замужем женщины. А вот у нас на фестивале благость люди постоянно знакомятся. Потому что женщины там становятся женщинами. И им там позволено улыбаться, здороваться. Это такие условия, фестиваль. Человек приезжает, там, ля-ля, ля-ля, женщина, все, вон и пальцы. Им написано, как ее зовут. Знакомиться несложно. Общайтесь, создавайте отношения, ищите себе друзей. Человек должен развиваться. Поймите, что есть три слоя жизни. Если люди не в вашем слое находятся, вы с ними не сможете это все обсуждать. Таких людей, как вы, немного. Ищите друг друга. Вот здесь вы встретились. Это очень ценно для вас.